АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. А давно вы были в библиотеке? Я там бываю очень часто. И многим кажется, что я какая-то инопланетянка. На самом деле я работаю министром культуры Крыма. АПЛОДИСМЕНТЫ Большинство уверено в том, что библиотеки — это бесперспективно, и что век новых информационных технологий давно перечеркнул их существование. Но вы знаете, я сама лично убедилась в том, насколько модернизированная современная библиотека меняет жизнь и отдельных людей, и целых сообществ. Представьте, что даже одна точка полноценного доступа к информации может изменить ситуацию в одном селе кардинально. Я поделюсь с вами несколькими историями, историями успехов личных, социальных и профессиональных. Вот обычные помидоры, которые наверняка присутствуют в вашем рационе. А знаете ли вы, что значительная часть украинских тепличных помидоров поступает во все супермаркеты, ну, по крайней мере, киевские, и завозится из маленького села Синькиф на Тернопольщине. Сегодня в этом селе современные теплицы, склады, цеха по переработке, они собирают по три урожая в год и продают по всей стране. А начиналась эта история в библиотеке. В 2008 году библиотекарь в интернете нашла информацию о сортах помидоров, которым подходит местный климат, и о новых способах их выращивания. Безусловно, это стало точкой развития частных тепличных хозяйств. И уже потом, позже, туда пришли инвестиции и бизнес. А вот еще один пример. Справа Людмила Федоровна из Харькова. Ей 57 лет, и она успешно трудится в частной компании. А год назад она обучалась в университете третьего возраста в библиотеке. Там она научилась пользоваться компьютером, приобрела умение пользоваться интернет-ресурсами, приобрела новые знания и навыки. И сегодня она успешно реализует свой потенциал. Следующего моего героя зовут Кенан. Потрясающий мальчишка его встретила в Феодосийской библиотеке для детей. Он переехал из Азербайджана. И именно в библиотеке он смог выучить русский язык и адаптироваться в местную громаду посредством видеоигр и детской летней программы. Когда в библиотеке появились игровые приставки Kinect Xbox, пользоваться джойстиком умел только Кенан. А вот по-русски он не разговаривал. Но играя с друзьями в фантастический футбол, слово за слово он стал постепенно изучать язык. Библиотекари тут же подключились, предложили ему книги и журналы о футболе. Кенан привел своих друзей в библиотеку, таких же переселенцев. Представьте, что сегодня эти ребята успешно учатся в школе, приобретая новые знания. И имеют такие же равные возможности, как, например, два моих сына. Еще одна героиня — Татьяна Нишкур из Херсона. Потеряв работу учителя, она, естественно, чувствовала себя беспомощной, но до тех пор, пока работники местной библиотеки не предложили и не помогли ей разработать собственный проект — службу проката байдарок. Они составили бизнес-план и получили помощь в местном центре занятости. Сегодня Татьяна — директор успешного предприятия «Водный лабиринт», которое предоставляет байдарки, маршруты для сплава, необходимое оборудование в аренду и проводит экскурсии. Татьяна осталась партнером библиотеки, ведь именно там ей помогли разработать собственный сайт, где она рекламирует свой бизнес и просто общается с клиентами. К Татьяне на экскурсии приезжают из всей Украины. Как вы думаете, что же объединяет все эти истории? Современная библиотека — точка доступа к информации, которая дала им новые возможности. В Украине мы совместно с программой «Библиомост» работаем над созданием таких точек, которые отвечают не только потребностям, но и ожиданиям современного динамичного человека. И наша цель заключается не только в предоставлении точек доступа к интернету и другим информационным источникам, а в создании территории для развития человеческого потенциала с использованием всех возможных информационных ресурсов. Почему мы выбрали библиотеки? Прежде всего, это место, которое объединяет и книги, и новые технологии, и, естественно, людей. Современная библиотека — это точка концентрации знаний, где все цены отсеяно профессиональным библиотекарям от информационного мусора. В современной библиотеке сегодня вас научат пользоваться компьютером, интернетом, сэкономят ваше время на поиск нужной информации, и, возможно, с этой точки начнется реализация вашей идеи. Модернизируя библиотеки, мы трансформируем и преобразовываем уже существующую инфраструктуру, которая, на первый взгляд, архаична и никому не интересна. Безусловно, раньше библиотеки, храня наследие о прошлом и передавая нам эти знания, сегодня выполняют другую функцию — это территория для интеллектуальной и культурной среды развития. Безусловно, в нашем современном насыщенном мире, который переполняется информацией, общество переживает этот информационный бум, просто теряется в этом потоке. Для этого нам необходим навигатор, информационный менеджер, который не только сам умеет ориентироваться в этом пространстве, но и помогает каждому, кто за этим приходит. Несмотря на то, что сохранился стереотип библиотекаря, хранящего книги, появляется все большее количество библиотекарей, уже ставших навигаторами в мире информации, знающих проблемы и своей громады, и отдельного человека. А главное, они искренне хотят и меняют жизнь своего сообщества к лучшему. Вы только представьте, что в Украине 18 тысяч публичных библиотек. Невероятная инфраструктура, правда? Она уже работает и существует. Они находятся везде, вплоть до мельчайших сел, и являются открытыми, доступными и бесплатными для каждого. Из всего этого количества модернизированных и современных библиотек уже 1500. Безусловно, новые информационные возможности и ресурсы позволяют организовать новые библиотечные услуги, вокруг которых появляются и возможности каких-то идей и пути их реализации. Но, к сожалению, в Украине большинство населения не в полной мере по тем или иным причинам используют эти возможности, либо просто о них не знают. Например, к одному из источников информации, интернету, в 2012 году имели регулярный доступ всего лишь 34% украинцев. Согласитесь, что отсутствие к доступу кооперативной информации и цифровое неравенство тормозит развитие и общества, и государства в целом. Оказывается, что показатели по посещению и финансированию библиотек точно отражают уровень развития страны. Например, Финляндия тратит 30 евро на человека на финансирование библиотеки. Их посещение составляет 67%. В Украине эти показатели гораздо ниже, но я уверена, что это временно. Вывод очевиден. Успешное развитое общество невозможно без центров информации и развития, которые создают равные возможности для реализации человеческого потенциала. Итак, что же можете сделать вы? Две вещи. Первое. Расскажите всем, что в библиотеке можно найти решения и помощь в каких-то вопросах. Можно привлечь интеллектуальные ресурсы в реализации идеи проектов, иметь свободный доступ к информации и просто возможность человеческого общения друг с другом. Второе. Сделайте свою библиотеку современной. Подарите подписку, книги, подключите интернет, принесите ненужную технику. Компьютер, ноутбук, модем, роутер или веб-камеру. Таким образом, мы вместе с вами сможем модернизировать 18 тысяч библиотек, создать единое информационное пространство и равные возможности для каждого. И, возможно, на следующей конференции TEDxKiev с вами своей историей будет делиться человек, жизнь которого изменила его современная библиотека. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok